единственный мужчина способны дурачить всех женщин все время это модельер в эфире самая модная программа фэшн и саупро фэшн и я ее ведущая журналистка ксения гол сегодня в программе мы отправимся на бизнес встречу forbes woman awards беларуси а также поговорим о моде в сербии белграде forbes woman беларусь а вот премия для успешных белорусских женщин впервые в минске этот проект называется если быть точным а 30 успешных женских проектов за время пандемии то есть женщины предпринимательницы либо топ-менеджеры которые за период пандемии смогли реализовать какой-то новый кейс в своем бизнесе открыть новый бизнес либо удержать так как время было не совсем простое и мы нашли действительно этих женщин конечно же это не все самые успешные лучшие проекты но с чего-то надо начинать мы начали и 28 октября мы вручим и представим этих женщин вручим номинацию а вот у меня еще вопросик а вы реально получили разрешение у forbes в америке мы получили разрешение на проведение проекта этот проект был запущена в россии в прошлом году и по его типу в разных странах он тоже начал запускаться мы взяли именно право на проведение проекта здесь беларуси в каких сферах преуспели женщины в этом году потому что сложно найти ту сферу тот бизнес который бы был успешен кроме наверно анализов на пцр тесты абсолютно разных на самом деле много представительниц из медицины медицинских центров да это не секрет но там абсолютно не связано никак с пандемией много успешных женщин есть различные есть не только медицине а в различных сферах и раскрывать их пока не буду а все можно будет узнать 28 октября и также посмотрите в спецвыпуске которые будут сдаваться конкретно книга к этому проекту в котором будут написаны истории номинанток добрый день меня зовут Жан-Поль Сатирис и сегодня мы говорим о женщинах моя мама великий скульптор и дизайнер из Италии и она научила меня преклоняться перед женщинами и сегодня я решил выступить спонсором этого мероприятия чтобы поддержать прекрасных белорусских женщин во всех начинаниях я очень близок со своей мамой мы поговорили и решили принять участие в этом мероприятии и мы покажем все что мы делаем в финале Forbes Women Belarus Awards спасибо Жан-Поль большое за твои ответы скажи о чем будет ваше фэшн-шоу что вы приведете в Италии да Ксения я об этом как раз сейчас думаю сегодня очень динамичный мир и мы планируем с мамой выставить примерно 7-8 скульптур а также ее золотые украшения которые она создает и немножечко одежды показать я хочу представить свою собственную коллекцию но она будет не для женщин она будет для мужчин Жан-Поль ты знаешь я думаю благодаря тебе многие узнают больше о белорусских женщинах и их талантах ты знаешь Ксения я думаю что белорусские женщины они не нуждаются в рекламе я думаю у белорусских женщин есть все и красота и креативная жилка то что отличает их от других в мире поэтому я хочу работать вместе с ними чтобы вместе представить свою коллекцию Ксения Голд продолжение в следующих сюжетах я проектирую не одежду я проектирую мечты утверждал великий дизайнер Ральф Лорен смотрим следующий репортаж Друзья всем привет я Мария Грахович дизайнер из Белграда а я Мина Радович я художница тоже из Белграда Белград прекраснейший город мы конечно здесь живем может что-то не замечаем ну а вам как туристам будет очень интересно вот моя студия добро пожаловать добро пожаловать сейчас я вам все покажу тут немножечко бардак конечно но для творческих людей это нормально сейчас я расскажу немножечко себе я окончила художественную школу также университет у меня ученая степень и специализация digital art а также я делаю контент для видео сегодня конечно времена поменялись я обычно делала одежду для праздничных случаев для выхода в свет но сегодня мы практически никуда не ходим из-за коронавируса и я делаю одежду создаю ее на каждый день конечно ситуация не самая лучшая потому что люди испуганы люди боятся общаться с друг с другом и это очень плохо влияет на коммуникацию в целом ну что примери этот образ и пойдем на балкон фотографироваться я пишу женские тела на своих картинах и таким образом хочу донести до зрителей свой женский посыл наш женский посыл я немножечко феминистка вот посмотрите на мои работы они видите изображают женские тела в таком в моем видении это не совсем женские тела это в виде они сделаны в виде скульптур нарисованы может быть вы конечно не видите на моих работах женские тела но во всяком случае здесь есть какие-то части нашего красивого женского тела я работаю в моей студии повсюду вот например мой стол и здесь я тоже пишу работы я люблю писать масляными красками ну в общем вы поняли я работаю и здесь и там именно тогда когда у меня есть вдохновение а вот моя библиотека бэнкси хелмет ньютон и многие другие книги великих художников стоят здесь у меня библиотеки потому что мне нужно вдохновение сегодня мы создаем новый проект мы соединили искусство работы мины и мою одежду но самое главное у нас есть общая тема которая объединяет нас это женское тело прекрасное женское тело я думаю что сегодня многие девушки чувствуют себя очень потерянными потому что они делают очень много пластических операций это реклама везде инстаграмные лица этого быть не должно женщина должна любить себя такой какая она есть лица у женщин стали похожи а это для современного искусства просто неприемлемо да сегодня конечно многие хотят быть похожими на какую-то красивую девушку и делают операции различные уколы но это же неправильно это просто ужасно девушки должны задуматься потому что потом со временем назад уже внешность не вернуть сегодня реклама идет везде и мы женщины чувствуем постоянную нагрузку что мы должны покупать одежду менять свою внешность покупать косметику но никто не рекламирует тот факт что мы должны быть счастливы в своем теле что мы должны любить себя и мы с марией планируем сделать фэшн-шоу соединив с моей выставкой картин где будет показываться прекрасная женская натура над этим очень сложно работать но это наш месседж современному миру наш посыл ну а самое главное мы подруги с детства и мы чувствуем друг друга поэтому нам очень приятно и легко вместе работать я мария граховец и я мина радович и фэшн из ау про фэшн а наша программа подошла к концу на улице по холодалам и мы все больше времени будем проводить дома поэтому у меня к вам новое домашнее задание начните изучать итальянский язык или например французский это языки на которых говорит мир моды до встречи на следующей неделе помощь бывает разная слушать и слышать когда в этом особенно нуждаются объединить тех кто вместе может сделать больше доставлять то что жизненно необходимо говорить простыми словами о трудном помогать тем кто помогает всем нам быть благодарным и причастным каждый из нас может стать тем кто не остается в стороне кто действует во благо вместе мы сможем помогая с нами проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля виктория бассейн финская сауна хамам косметические процедуры спа уходы за лицом и телом маникюр педикюр модные стрижки и окраски лазерная эпиляция профессиональный массаж стон терапия солярий побалуй себя и получи гамму приятных ощущений спа-центр отеля виктория продвигать праве продолжение 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 Субтитры сделал DimaTorzok